Срока давности не имеет. Высокий суд Лондона принял решение в отношении бывшего главы Межпромбанка Сергея Пугачева, и он будет арестован, как только окажется на территории Великобритании. Об этом заявил королевский адвокат Стивен Смит. Пугачев приговорен к двум годам тюрьмы за неуважение к суду, и приговор будет приведен в исполнение, по словам адвоката, даже если он вернется в Британию через 30 лет. О злоключениях беглого экс-банкира и экс-сенатора в репортаже нашего корреспондента в Лондоне, Дмитрия Сошина. Решение суда Сергей Пугачев узнал от своего адвоката. Бывший банкир бежал из Британии во Францию, утверждая, что в Соединенном Королевстве ему угрожают. Во время последних заседаний Пугачев, а точнее его юридический консультант, связывался с судьями по видеосвязи. При этом в прениях участвовал адвокат Пугачева, американец Майкл Макнат. Сам подсудимый молча сидел рядом. Британским судьям сразу не понравилось, что беглый банкир скрывает важную информацию. Я приняла решение, что он виновен в 12 случаях неуважения к суду. Этому полностью соответствует максимальное наказание, которое суд может наложить в этом случае. 24 месяца заключения. Пугачев признан виновным в даче ложных показаний, сокрытии активов и бегстве от английского правосудия в июне прошлого года. Ведь решением суда ему было предписано оставаться в Лондоне. Причем отъезд с Британией судья считает наиболее серьезным нарушением. По ее мнению, экс-банкир, цитата, не представил никаких оправдывающих обстоятельств своего отъезда. Он отказался сдать в суду свои мобильные устройства и предоставить пароли от электронной почты. Чуть позже судья подтвердила, что официальный ордер на арест банкира может быть выдан в самое ближайшее время. Правда, непонятно, будет ли он действовать на территории Франции, где сейчас предположительно находится Пугачев. Но очевидно, что британское правосудие может сделать официальный запрос о выдаче россиянина. Имущество Пугачева на сумму около 2 миллиардов долларов высокий суд Лондона арестовал еще в 2014-м по ходатайству российского агентства по страхованию вкладов. На родине бывшего главу Межпромбанка обвиняют по статье присвоение или растрата в особо крупном размере, а также в злоупотреблении полномочиями. По данным Следственного комитета России, в 2009-м Межпромбанк выдал подконтрольным Пугачеву структурам 120 невозвратных кредитов на 64 миллиарда рублей. Следствие также считает, что в 2008-м и 2009-м были похищены 28 миллиардов рублей. Их Банк России выдал Межпромбанку в качестве беззалоговых кредитов. Тогда они выдавались для стабилизации банковской системы. Любопытно, что еще полторы недели назад журналисты британского телеканала BBC использовали интервью с Пугачевым в документальном фильме «Тайное богатство Путина». В нем речь шла о якобы вовлеченности президента России в коррупцию. При этом авторы фильма не скрывали, что новоявленный борец с коррупцией, а интервью с Пугачевым снимали на террасе роскошной виллы, бежал от суда. И вот теперь выяснилось, что он осужден задачей ложных показаний. Представители Пугачева называют решение высокого суда Лондона политически мотивированным. И заявляют, что намерены обжаловать его в Европейском суде по правам человека. Но для начала банкиру предстоит оплатить судебные издержки. В секретариате суда говорят, что речь идет о сумме в полмиллиона фунтов. Дмитрий Сошин, Павел Лихолетов, Максим Семин. Первый канал. Лондон.